Ты помнишь, как все начиналось? 1992-й. Наши героини с мужем возвращаются из Польши. С этого момента близится головокружительная карьера. На первых порах была небольшая студия, всего шесть человек. После с каждым годом коллектив становился больше, росла и известность. Сейчас его все знают под именем Шинанай. И, конечно, его бессменный руководитель Алла Ефименко с опытом в 30 лет. Работа приносит удовольствие, поэтому и сложностей практически не замечает. Раньше было труднее гораздо. Теперь легко работать. Открываешь интернет, там все тебе рассказывается. Как ставить голоса, где найти фонограмму, выбирай только песни. Но самое главное – создать коллектив. Можно все найти в интернете, но коллективу тебе никто не придет и не предложит. Вокал – это бесконечные репетиции и занятия. По-другому успеха не добиться. Мастерство юные дарования оттачивают не только в учебном кабинете, но и на сцене. План одинаковый на каждый день. Что вы можете рассказать о своем руководителе? Наша Алла Евгеньевна очень активная. В ней всегда очень много идей всяких разных. Она воспитывает в нас силу духа. Она очень добрая. Это человек с большим сердцем. У нас все репетиции проходят весело, радостно, позитивно. И мы сюда, на эти репетиции, идем просто как на какой-то праздник. Какое выступление было самым запоминающимся? Мое самое запоминающееся выступление было на конкурсе в Сочи, когда я пела песню «Руар», и мне весь зал махал фонариками. Я бы хотела поздравить всех работников культуры с их профессиональным праздником, пожелать им всем счастья, здоровья, благополучия, чтобы хватало здоровья на всех-всех детей. И особенно хотела отметить нашу любимую Аллу Евгеньевну. Место прописки – театр песни «Женанай», «Дворец искусств». Концертная площадка номер один в городе. В штате порядка ста человек. Здесь трудятся настоящие профессионалы. Направлений очень много. Хореография, вокал, театральное искусство. Никаких возрастных рамок. Занимаются как взрослые, так и дети. Всего больше тысячи участников. Это коллектив сплощенный, дружный, творческий. У нас действует 41 клубное формирование. 16 коллективов имеют звание заслуженно-любительский, народный и образцовый. Теперь о празднике. День работников культуры отмечается в Беларуси с 1998-го. По традиции во второе воскресенье октября летят поздравления. Бобруйские мастера всегда удивляют яркими, неповторимыми шоу-программами. А горожане никогда не жалеют аплодисментов и добрых слов. Ну, конечно, я им желаю успехов творческих, чтобы у них все личной жизнью было хорошо. И они по-прежнему радовали Бобруйскому. Мы очень рады, что у них такой праздник замечательный, здоровья, хорошего процветания. Ну, и, конечно же, денег побольше. Поздравляю всех работников культуры с праздником. С праздником. А чего бы вы им пожелали? Больше терпения, здоровья, успехов. Без сомнения, Бобруйск – город талантливых людей. И это не только про Дворец искусств. Ведь этот праздник объединяет тысячи белорусов. От сотрудника библиотеки до метра большой сцены. К слову, в сфере сегодня трудится более 55 тысяч человек. Да, сейчас афиша из-за ковида пуста, но это временные трудности. Совсем скоро зрители и артисты встретятся, ведь шоу должно продолжаться. Ольга Васенда, Максим Галеонко. Итоги недели.